Приветствую вас жители земли. Меня зовут Настя и это канал обзорка, где мы рассказываем про мобильные игры. Сегодня у меня для вас видео-гайд по Epic Seven. С обновлением 12 октября 2023 года появился новый режим игры Rift. В этом видео мы с вами разберемся, что это за рифт, как его проходить и какие нас ждут награды. Поехали! Рифт находится в меню битв рядом с экспедициями и залом испытаний. Для того, чтобы в него зайти, сначала нужно будет завершить практически всю основную сюжетную линию, а именно эпизод 5, раздел 2. Другими словами, рифт это режим игры, который можно охарактеризовать как End Game Content и сложность у него соответствующая. Внутри нам предстоит сразиться с сильным и живучим боссом, используя героев только одного определенного элемента. И босс, и доступный элемент будут меняться каждый сезон раз в 4-6 месяца. Точную дату окончания сезона пока не анонсировали. Сейчас идет первый сезон. Нам доступны огненные герои и сражаться нам предстоит вот с таким красавцем, но о нем мы поговорим чуть позже. Подготовка. Для начала желательно как следует подготовиться. Первое, что нужно сделать перед походом в рифт, это пета. В игру добавили 4 новых навык на питомцев, которые помогут нам улучшить награды рифта. Шанс на удвоение сезонных наград и уровень рифта. Шанс на получение дополнительной экипировки. Шанс на получение дополнительного чарма для раскачки экипировки. И шанс на получение дополнительных материалов для рефорджа. Все шансы могут сработать при убийстве босса. Самый полезный навык, на мой взгляд, шанс на удвоение сезонных наград и увеличение уровня. Прокачка уровня рифта процесс очень долгий и очень затратный по энергии. Поэтому любая помощь здесь придется очень кстати. Я крайне рекомендую с самого начала использовать питомца, у которого будет именно этот навык. Чем больше редкости, тем лучше. Потому, если у вас в инвентаре завалялась сотня-другая билетов на питомцев, самое время их потратить в поисках нужного навыка. Если же вы, как и я, не хранили билеты, время покупать их в магазине за золото. Стоит ли тратить алмазы на билеты, решать вам. Прокачка пета процесс долгий и трудоемкий, поэтому сразу собрать идеального питомца не получится. Рекомендую сделать временного, прокачать его до двух-трех звезд и собрать на нем все полезные навыки лучшей редкости из доступных. Потом, при получении нужного навыка из ранга, мы просто добавим его нашему питомцу. Идеальный набор навыков выглядит вот так. Однако, после полной прокачки рифта, навык на сезонные награды и уровень рифта станет бесполезен. Потому лучше сразу готовить второго питомца с таким вот набором навыков. Ну что ж, закончили с петами. Наконец, заходим внутрь. Первое, что нам предлагают сделать, выбрать награды, а именно сеты экипировки, которые будут падать с босса. Можно и нужно выбрать четыре сета. Я выбираю сеты на скорость, торрент, пенетрейшн и крит урон. Выбор можно поменять любой момент совершенно бесплатно, поэтому выбираем то, что нужно на аккаунте прямо сейчас. Помимо экипировки, с босса падает золото, стигма, материалы для рефорджа и чармы. Ну и сезонные награды. Но о наградах мы еще поговорим в конце, а пока перейдем к самому главному. Механики битвы и стратегии убийства босса. Самая главная, уникальная механика уровень рифта. На главном экране, слева внизу, мы видим кнопку рифт контролера. Мы начинаем с первого уровня и без каких-либо бонусов. За каждое убийство босса мы получим 30 опыта. Когда полоска опыта заполняется, увеличивается уровень рифта. Каждый новый уровень увеличивает урон наших героев на 4%. Кроме того, на втором, восьмом, пятнадцатом и двадцать первом уровне рифта мы можем выбрать дополнительный бонус. То есть, чем больше мы ходим в рифт, тем проще его будет проходить. Для того, чтобы победить босса, дается три попытки. Заходы могут быть успешные или неуспешные. В ходе битвы сверху слева видим счетчик. Это ходы, оставшиеся до конца. Наша задача дожить до последнего хода. Если хотя бы один герой продержится до конца, вся команда телепортируется из рифта, сохранив весь нанесенный урон. Энергия на заход потратится, а попытка не сгорит. Это называется успешная попытка. Другими словами, если команда выживает, мы можем заходить к боссу столько раз, сколько потребуется для убийства, тратя 40 энергии в первый раз и по 20 за каждый следующий заход. Если все погибнут, то нанесенный урон за данную неудачную попытку обнулиться и сгорит один заход. Если команда умрет три раза, рифт будет провален, босс полностью восстановит хп, уже потраченная энергия не вернется. Потому важно собирать команду так, чтобы, первое, мы могли надежно прожить 40 ходов, чтобы босс не восстановился. Второе, нанести при этом как можно больше урона, чтобы не тратить лишнюю энергию на его убийство. Универсальной команды для прохождения рифта не будет. С ростом уровня контроллера и получением новых бонусов команды будут меняться. Возможно, сначала вам придется собирать более живучую команду в ущерб наносимому урону и постепенно наращивать атакующий потенциал за счет уменьшения живучести. Рифт требует экспериментов и настройки под себя. Но для того, чтобы все правильно настроить, для начала нужно изучить противника. Неисправный терминатор Xeon. С начала и до конца боя выключает все дуал атаки, сразу ограничивая полезность многих популярных героев. Босс имеет в арсенале две стандартных атаки, одиночную и АОЕ. Одиночная бьет всегда в цель в первом слоте, откатывает навыки на два хода, пробивает защиту на 50%, наносит довольно много урона и если после атаки у цели меньше половины здоровья, наносит дополнительный урон по всем персонажам. АОЕ атака бьет не очень сильно, но снимает все бафы и накладывает бёрны. Этот скилл не активирует контратаки. Ульта босса. Тоже АОЕ атака, которая взрывает бёрны и снижает длительность дебафов на себе. Бьет не слабо, но и не очень сильно. Наносит дополнительный урон по персонажам в стелсе. Привет, босс не восприимчив к пробитию защиты. В том числе не работают penetration сеты. Увеличение урона пропорционально хп. Привет, Дэйдрин Джокер. И игнорирует эффекты распределения урона, как от артефакта Аурис. Самая главная механика. Босс начинает бой с двумя уникальными бафами, каждый из которых дает дополнительные 10% пробития защиты. С каждой атакой босс получает еще один стак этого бафа. По опыту могу сказать, что до 3-4 стаков бафа урон у босса вполне терпимый. Но начиная с 5 стаков удары зеона становятся очень и очень ощутимыми. При этом уникальные бафы на пробитие защиты с босса снять нельзя. Так как же не дать ему набафаться? Для этого нужно обвесить босса дебафами. У зеона всего 10 слотов под бафы и дебафы суммарно. Если все 10 слотов уже заняты, новые бафы и дебафы не будут накладываться. При этом есть ряд дебафов, которым у босса иммунитет. Список сейчас на экране. Еще один способ поддержать нужное количество дебафов, это атаковать босса как можно чаще. На каждые 5 атак босс отвечает своей контратакой. Урон от нее небольшой, но самое главное после этой контратаки длительность всех дебафов на боссе увеличивается на 1. Потому не мешает сделать своих персонажей побыстрее, чтобы они чаще атаковали босса, продлевая на нем дебафы. Также полезными окажутся персонажи в контурсетах и персонажи с дополнительными атаками, такие как Мерседес, Джако и Мелим. Узнав механики, делаем следующие выводы. Для прохождения рифта нам нужны Лекарь. Персонаж в первом слоте, способный держать удар. Мощный дебафер, который сможет накладывать большое количество негативных эффектов. Персонаж с хорошим уроном. Дефенс брейкер для увеличения урона. И баффер атаки для увеличения урона. Четыре персонажа, которых мы возьмем с собой в риф, должны совмещать в себе эти шесть ролей. Давайте подумаем, кто нам может пригодиться. Лучший кандидат на роль лекаря и баффера атаки это маскот Хейзл. При полной раскачке древа навыков и апом скиллов. Оно вполне справляется с лечением. При этом дает бафф атаки, greater attack buff на главного ДТ, 10% атаки и эффективности всем огненным персонажам. И еще немного атаки с импринта на команду. В качестве замены можно использовать Тамарина или Кизуну Ай, но они реже дают баффы и не дают greater атаку. К тому же для раскачки требуют Малагору. В общем, Хейзл лучший вариант. И я рекомендую именно ее. Для танка есть разные варианты. Во-первых, можно поставить в первый слот соул вивера Хейзл, Тамарина или Кизуну Ай. Но для этого, скорее всего, потребуется восьмой уровень рифта. Там открывается девайс, позволяющий соул виверам игнорировать пробитие защиты. Кроме того, нужно будет собрать эффект резист, чтобы босс не смог откатить скиллы. У Зиона 120 эффективности, поэтому в идеале нам потребуется 220 резиста. Маскот Хейзл 220% резиста неплохими защитными статами и средней скоростью выглядит как отличный выбор персонажа в первый слот. Второй вариант. Поставить в первый слот ДД. И лично я пока что придерживаюсь именно такой стратегии. Тут подойдут Мелим, Рой Мустанг, Рави, Шарлотта или Эдвард. Шарлотте, Рави и Эдварду потребуется побольше хп. Мелим неплохо живет даже на средних статах. Рой будет жить за счет пассивки. На остальном нужны атакующие статы. В скорость контур сет будет не лишним, но можно собрать и сет на скорость, дистракшн или рейдж. Смотрите по доступной экипировке, с какой будут лучшие статы, достаточно выживаемости и больше урон. И третий вариант. Дефенс Брейкер в первом слоте. Тут наверное единственный вариант это Кен. Ему нужна эффективность, чтобы пробивать 120% резиста босса, скорость и защитные параметры. Вообще Дефенс Брейкер обязательно должен быть в команде. Без этого дебафа выдать хороший урон не получится. При этом вариантов среди красных персонажей не так и много. Кен. Может быть танком или ДД. 100% Дефенс Брейк на второй скилл, 50% на первый. Очень надежный вариант. Хейст. ДД, дебафер и Дефенс Брейкер. Его недостаток всего 85% шанс наложить раскол на третий скилл, зато на первый 65% с правильной эксклюзивной экипировкой. Кроме того, у него много других дебафов. Сесилия. Танк Дефенс Брейкер. Раскол только на первый скилл, 60% не рекомендую. Эльфельд. Возможно, лучший вариант для высокого уровня рифта, если вы сможете обойтись без Солвивера и закрывать рифт в 4 ДД. Наносит урон, бафает атаку, раскол 100%. Еще 100% раскол есть у Джуни, Элигоса и Вероники, но у меня они не раскачаны, поэтому про них ничего не могу сказать. Если вы пробовали проходить с ними, напишите в комментариях. В качестве ДД, кроме перечисленных, можно использовать практически кого угодно. Знаю, что игроки с разным успехом играют Джака, Серилой, Мерседес, Солом, Кармейный Роуз и другими персонажами. Со сборками все просто, нас интересует атака, крит шанс, крит урон и скорость, артефакты на урон. Рейдж сет будет огромным плюсом, а вот Пенетрэшн сет здесь бесполезен, так как босс игнорирует пробитие защиты. Если вам важно, чтобы ДД также накладывал дебафы, придется пожертвовать уроном и собрать около 100% эффективности. Ну и наконец дебафер. На момент создания ролика еще нет Кейна, он выйдет через несколько дней и возможно станет лучшим дебафером ДД, а может и танком в рифте. Ну а пока в качестве дебафера я использую Сурин. Она накладывает огромное количество блидов и снижение атаки, а на третий скилл продлевает все дебафы на цели на один ход. В том числе и очень важный раскол, который наложит другой персонаж. Сейчас Сурин единственный герой, который может надежно заполнять полоску бафов босса в одиночку, но вместе с ней нам все равно потребуется дефенс брейкер. Кроме того, ее тоже можно собрать с уроном. Если не хотите брать Сурин, нужно будет взять двух других сильных дебаферов, например Хейста, Серилу, Джако, Динго и использовать артефакты с дебафами, такие как Алабастрон или Торнслив. Для всех дебаферов нужно 105% эффективности с учетом возможных бонусов артефактов, импринтов и пассивки Хейзл. Кроме этого скорость, немного ХП, чтобы не умирать от Ауиа атак и урон. Давайте посмотрим, например, команды для рифта. В первом слоте у нас Милим, она совмещает роли танка и дамейдж дилера. Очень важен артефакт на снижение урона, без него она просто не живет. Эксклюзивную экипировку можно взять на отхил. Но мне хватает выживаемости и я использую эксклюзивную экипировку на дополнительный урон с прока экстра атаки. Контур сет не обязателен, можно использовать сет на скорость, но тогда скорость должна быть больше. Хейст будет ходить первым с учетом импринта Суринг. Его задача повесить раскол в самом начале боя, который мы будем потом продлевать. Если раскол не лег сразу, есть небольшой шанс повесить его позже с базовой атаки, если на боссе останутся слоты под него. Помимо этого, Хейст помогает заполнить полоску бафа врага и тоже наносит урон. Главный дебафер и саб ДТ Сурин. У меня перебор эффективности H138 с учетом артефакта и пассивки Хейзл. Я использую Алабастрон для дополнительного шанса повесить раскол, если у Хейста не получится. В идеале, вместо лишней эффективности лучше набрать побольше урона и скорости. Поскольку Хейзл мой хилер и бафер атаки, по скорости я сделала так, чтобы она ходила перед Сурин и Мелим. Моя команда далеко не идеальная, с хорошим эквипментом можно собрать гораздо лучше. Впрочем, если у вас действительно хорошая экипировка и раскачаны нужные персонажи, рифт не будет для вас проблемой. Я же надеюсь, что это видео сможет помочь игрокам освоить рифт, даже не на сильных аккаунтах. Ну что, посмотрим, как проходит сражение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...